Просто ешьте эти 5 продуктов, и ваши глаза станут видеть на все 100%. В этом ролике вы узнаете о самых полезных продуктах, которые улучшают ваше зрение и не дают ему садиться. Ну а в конце ролика вы узнаете о самых вредных продуктах, которые стоит избегать. Погнали! Как брокколи и шпинат помогают улучшить ваше зрение? И вот почему это очень полезно. Ведь почти все зеленые овощи содержат лютеин и зиоксантин. Это вещества, которые содержатся в нашей сетчатке. Эти вещества еще влияют на остроту вашего зрения. Поэтому после некого курса употребления этих овощей, вы можете заметить, что ваше зрение значительно улучшилось. Это произойдет потому, что у вас был дефицит этих веществ. Понимаете, да, все зеленые овощи или зелень. Сюда можно отнести и петрушку, и листья салата, и даже укроп. Кстати, они еще отлично защищают наши глаза от ультрафиолетового излучения. Знакомо ли вам слово катаракта? Это такая болезнь ваших глаз. И именно брокколи способствуют профилактике этой болезни. Ну а вообще это очень полезный продукт. Жирные сорта рыб способны улучшить ваше зрение. Речь, конечно же, идет о жирной рыбе. Где много витамина В6 и омеги-3. Та самая пресловутая омега-3 полезна для ваших глаз. Помимо всех остальных полезных свойств. Эти витамины помогают сохранить остроту зрения, а также замедляют процессы старения вашего организма в целом. Уверен, вы часто сталкивались с тем, что ваши глаза быстро утомляются. Это знак, что у вас недостаток витамина В6. Где его достать? Бегом в супермаркет покупать рыбку. Как пресловутая черника улучшает наше зрение. Это такая банальная, но весьма эффективная ягода. Она, ну, очень полезна для ваших глаз. Именно поэтому на основе этой ягоды делают много витаминов, которые вам выписывают окулисты. Именно для того, чтобы ваше зрение подпиталось полезными веществами и не падало дальше, а то и вовсе улучшилось. Главным ее свойством является то, что она помогает отлично восстанавливаться нашим глазам после перенапряжения. Почему же она такая темная? Все дело в антоцианах. Именно они являются залогом такого цвета. И тут нам на помощь приходят исследования, которые установили, что употребление черники помогает восстанавливать зрение. Например, после сильного светового воздействия. Поэтому не нужно смотреть на солнце, особенно когда оно очень ярко. Кстати, а вы знали, что даже закрыв глаза, то световое воздействие на них очень сильное. Именно поэтому стоит носить солнцезащитные очки. И не какие-либо, а очень качественные. Даже орехи способны улучшить ваше зрение. Даже без зрения, орехи это очень полезный продукт, который буквально пропитывает наш организм. Тем самым растительным белком. А вот для вашего зрения подойдет почти любой вид орехов. И даже пресловутый грецкий. В этих плодах содержатся витамины B2A и E. Один нужен для нормального цветовосприятия. Ну а второй оберегает ткани наших глаз от свободных радикалов. Перечислять полезности, которые содержатся в этих плодах, не хватит и часа. Поэтому это ну очень полезный продукт не только для глаз, но и для всего вашего тела. Глаза любят разные витамины. Витамин B1. Он помогает поддерживать нормальное давление внутри глаза. Невероятно полезным является витамин С. Он улучшает кровообращение в нашем глазе. А также защищает наши глаза от свободных радикалов. Пресловутый витамин А. Он помогает нам видеть в темноте. А также укрепляет нашу роговицу глаза. Б12. Этот витамин сильно влияет на работу нервных волокон внутри глаза. Б2, о котором мы говорили уже. Благодаря своим свойствам он улучшает кровообращение к нашим глазам. Как морковь буквально лечит ваши глаза. Да, это очень заштампованный продукт, который часто мы видим со словом «глаза» или «зрение». Стоит сказать, что сюда можно вписать все овощи, которые на вид, знаете, такие оранжевые. Или желто-оранжевые. Например, тыква. Эти овощи имеют такой окрас благодаря бета-кератину. Что это такое? Это скорее вещество, которое преобразуется в витамин А. И он-то нам как раз и нужен. И тут уж это не просто кто-то сказал на базаре об этом. Это действительно подкрепляется исследованиями и разными тестами, которые реально показывают результат. Регулярное употребление морковки или тыквы улучшает ваше зрение. И это факт. Уж тем более, если у вас недостаток витамина А, то ваши роговицы глаз будут пересыхать. Какие вредные продукты убивают ваше зрение? Тут стоит сказать, что все вкусности, будь то сладкое, соленое, которого очень много в чипсах, колбасах, очень вредны для нашего зрения. В эту группу вредных веществ для нашего зрения ходит также и белый хлеб. Также ходят слухи, что нельзя употреблять крепкий кофе и крепкий чай. Это также пагубно влияет на ваше зрение. Но не стоит ужасаться этой информацией. И конечно же не стоит впадать в крайность. То есть отказываться от всего, что вам нравится. Нужно просто знать свою норму. Не пить много кофе. Лучше всего отказаться от колбас. Ну и умереннее есть сладкое. Тогда ваши глаза уж точно не пострадают. Но здесь также играет важный фактор, как гены. Это тоже может влиять на ваше зрение. И никакие продукты вам не помогут. Омега-3 помогает замедлить старение в нашем организме. Также она полезна для наших глаз. А вот какие продукты стоит есть, чтобы замедлить старение? Смотрите вот в этом ролике. Подписывайтесь и до скорого, друзья.